Чем мы со страхом смотрели несколько лет еще назад над геноцидом и насилием 30-х годов режима Сталинщины, теперь остались как воспоминания о цветочках и ужасы, которые мы творим и видим сегодня, захлестнули и перешагнули все грани человеческого разума. И нам с вами, участникам этих трагических событий, быть в ответе за будущее, где будущее поколение спросит именно с нас. И кто оказался на каком пути и что сделал сегодня, это уже история. Ни одного человека нынешнего поколения, особенно нашего возраста и нашего избранного пути, не останется неоцененным нашими потомками. Наверное, разум потемнел у многих руководителей и политиков нынешнего времени. Буквально потемнел разум, если они не видят, к чему ведут народы, сколько горя и слез и сколько невинных жертв, не подготовленных ни к какой войне, ни психологической, ни политической, ни тем более физической. И мы с вами за это в ответе. Я искренне благодарен вам со всех континентов, прибывших сегодня сюда, поделить с нами один честь, сейчас один день радости. Радости второй годовщины избранного нами пути от Соединенных Штатов Америки до Дальнего Востока и Северного полюса до Южного. Все здесь представители присутствуют. Спасибо вам. Видно, не безразлична судьба малого чеченского народа в этом огромном мире. Если не безразлична судьба любого малого народа в любом конце земного шара, значит разум победит. Еще раз благодарю вас за труд, за сознание и за то, что вы прибыли сегодня, поделитесь с нами нашу маленькую радость. Будут еще победы, будут еще горе, мир не может. Но нынешнее состояние, это уже мировая история, перед которой мы все вас видны. Спасибо.